Всем доброго денечка! Давайте вместе со мной посмотрим результат укоренения в общем боксе разных культур. Я к тому, что бывают выпады, а бывают и укореняшки. Итак, начнем с петунии. Вот посмотрите, у меня есть выпады в стаканчиках вот здесь, но здесь я спасла, а здесь вот ну совсем не спасла. Значит вот у меня образец, я по несколько черенков, прям черенковала вот в одной стопочке, по несколько череночков, не по одному, чтобы вы понимали. И вот здесь вот у меня пошла, видимо я переувлажнила этот стаканчик, может быть грунт как-то, ну не знаю я. В общем пошло как бы знаете плесневение, то есть вот в этом моменте самое главное удалить все то, что вот начинает плесневеть и обработать фунгицидом. То есть вот один у меня сеянница из этого стаканчика вышел, для меня это конечно же тоже радость, то есть сорт сохранен. А вот здесь вот ничего не выжило, то есть все так как бы вот совсем так плачевно, не захотела, не отжила, но здесь не плесень, здесь скорее всего вот как мучнистая роса что ли, или как вот как увядание. Видите, потому что когда плесень, оно с такой водянистой листочки, ну как бы вот они плесневелые, а когда вот такое вот исцыхание увядание, значит это совершенно все по-другому. Может быть старый череночек, вот такое бывает в случае, когда старый череночек. Ну а вот тут вот большинство у меня в принципе все хорошо укоренилось и я сейчас это все буду рассаживать. Дальше посмотрим вот этот любопытный момент. Смотрите, все естественно, что бралось с одного и того же кустика, то есть у меня было три, например, варианта. И вот смотрите, с одного и того же кустика в один и тот же стаканчик и вот вам пожалуйста. Кажется как будто бы, если бы вот это было, например, отдельный осенец, я бы сказала, ой, это наверное вирус, все надо срочно выбросить. Нет, я теперь вот все рассуждаю по-другому совершенно, то есть смотрите, здесь есть более сильные, вот они смотрите, как выскочили, выстрелили, ну а вот эти более слабые череночки, которые возможно были как бы меньше, моложе, да, они смотрите, они выдают стресс. Я считаю, что это никакой не вирус, это просто стрессует растение. И вот сейчас после того, как я их рассажу, буду дальше наблюдать. Но, ну такого не может быть, чтобы вот, например, здесь были, да, все здоровенько, все хорошенько, да, а вот здесь что-то тут как бы завирусило. Тогда бы оно завирусило все. То есть здесь мы рассматриваем вариант того, что растение закапризничало, застрессовало и вот выдает такое вот что-то тут вот как-то вот, что типа тут закурчавилось. И вот это возможно, ну вот они у меня стояли вот здесь вот так, да, у стенки, может быть, вот этот вот испарина еще, да, как-то прикасалась и подожгла, может быть, что-то, да, вот эти листочки. То есть такое бывает, когда вы опрыскали растение удобрением, да, и на подлампу поставили, то есть это как ожог считается. Это я тоже не исключаю, потому что, когда я использовала фунгицид, я еще добавляла стимулятор, стимулятор, да, чтобы как бы восстановить растение. Поэтому, возможно, и я вот это вот не исключаю, что я сама собственными руками что-то где-то, видите, вот как бы и обожгла. Ну, в общем-то, остальные стакашки с петунией, тут, в принципе, чего на них останавливаться, все хорошо, все развивается. Здесь вот у меня три стаканчика с коллизией, коллизия розовая пантера, ни одного выпада нет и все замечательно. Но она, в принципе, коллизия достаточно неприхотливая, поэтому здесь можно даже их не переваливать, не рассаживать, а просто вот сейчас так вот стаканчики оставить, а потом, когда подрастет, и перевалить просто в другой объем побольше. Здесь вот у меня два стаканчика, вот он у меня еще, это стаканчик я размножала гелихризиум. У меня один кустик из семян я вырастила, он, знаете, будет такой зеленушкой симпатичной, с серебристой пушистой листвой. И вот я, сколько у меня было растений, я посрезала, по-моему, по три растения, да-да-да, вот видите, по три растения я в стаканчик присаживала. Так, в принципе, тут все и получилось, то есть достаточно неприхотливое растение, не сложилось у меня с ним никаких проблем. И если мы посмотрим на корневую, то он, она, видите, нет, ее не видно, потому что она не очень такая прям выразительная. И развивается он не так как бы стремительно, быстро, в общем, здесь тоже все хорошо. Дальше у меня было несколько стаканчиков с алисумом. Вот они у меня здесь, вот здесь что-то как-то вот один шатковалка остался, тоже здесь, видите, у меня было присажено, наверное, побольше, я уж не помню. Но вот один как-то так вот держится, он вроде бы зеленый, не знаю, посмотрю. Следующие стаканчики тоже вроде бы как бы держатся, но тоже как-то, видите, капризничают, но, ну вот, я думаю, что что-то да и получилось. Не могу сказать, прям со стопроцентной уверенностью, но, тем не менее, посмотрите, вот они, это надо все будет сейчас почистить, почистить и надеяться на то, что они поживут, ну, в смысле выживут. То есть не ушли, не померли. Так, вот здесь вот кустик остеоспермума, да, по-моему, у меня, но я его брала, знаете, очень таким взрослым уже, взрослым, и вот он сидит и ничего с него не выходит. То есть он ни туда, ни сюда, я понимаю, что там пусто, потому что вот он как бы, ну, не зацепился, там нет корешка. Сейчас мы даже с вами посмотрим. Ну, вот, да, видите, нет корешка, то есть это тоже, ну, как бы пойдет уже в никуда. Дальше калибрахуа, посмотрите, разная ситуация, и везде разная ситуация. Здесь я брала такие более взрослые черенки, такие уже, ну, вот, не молодые, и они с бутончиками были. И вот видите, бутончики, главное, процвели, а растение все равно оно как бы подвяло-увяло, и ничего с него не получилось. Вот один и вот второй, а вот, в принципе, тоже как-то вот более-менее, да, вот видно, что они взрослые, потому что на бутончиках, но они благополучно, смотрите, растут. Вот, так, сейчас мы посмотрим с вами. Ну, и да, вот, пожалуйста, и корешочки тоже есть. То есть, опять же, все настолько по-разному происходит, и нет гарантии, что прям у вас все получится, как вот видите, у меня, да, не получилось. То есть, так может и у вас не получится, поэтому не вините себя, что вы что-то сделали не так. Возможно же, это еще идет речь о растении, то есть, разные сорта, разный черенок, молодой, старенький, болевший, не болевший, подмерзший, не подмерзший. Поэтому здесь ситуация вот разная. Вот здесь, ой, какой у меня тяжелый стаканчик, смотрите, с него прямо, мне кажется, наверное, сейчас польется, и что-то как-то он у меня почему-то так переуложнен. Но здесь вот черенки живые, я вижу, такие зелененькие, хорошенькие, и здесь тоже самое, вон какая хорошая корневая система. Калибрахо ведь есть разные сорта, они есть, хорошо растут, есть, медленно развиваются. Тоже так же и в укоренении, они есть капризные, а есть, которые вот, ну, хорошо укореняются, и все терпят. Здесь вот тоже минус, это тоже калибрахо, тоже увял-подвял, как бы я не прыскала, как бы тут не плясала над этим стаканчиком. Хамелеонистый сортик такой красивый, но, в общем-то, не удалось. Вот именно вот этот вот сорт Хамелеон, почему-то вот он у меня, да, Хамелеон подписан, и не получился. К сожалению, конечно, к моему. Вот этот вот сорт, видите, тоже какой интересный. Это новые сорта я получила. Ну, вот как-то здесь все хорошо. Здесь, конечно, под вопросом, но я думаю, это просто-напросто алисуму жарко. Я вот сейчас перевалю, даже можно, наверное, пока не переваливать, не тревожить, а просто унести вот эти вот череночки в теплицу. Здесь, в принципе, калибрахо, питунью, алисум можно унести сразу же в теплицу. Там им будет намного комфортнее, потому что дома жарко. И вот алисум, вот если такая ситуация, это он из-за жары так себя ведет. Только вы его вынесете в теплицу, в прохладу, где будет холодно-жарко, ну, то есть днем и ночью температура меняется, он у вас сразу же закустится, заветвится и покажет всю красоту. Ну что же, вот таким образом я хотела вам показать, что не все бывает ровно, гладко и идеально. Бывают плесневения, бывает увядание, бывают пропадания. Так что бывают капризы и бывают вот такие вот ожоги, да, то есть стрессы и так далее. Но с этим нужно справляться, руку набивать, и все в том случае и будет получаться. Огромное вам спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Приглашаю вас в свой телеграм-канал, там у нас весело, здорово, интересно, любопытно. Так что ссылочку, проходите по ссылочке, которую я оставлю в описании под видео. Всем желаю крепкого здоровья, всего доброго, и до новых встреч, и до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok